Власть оказалась в руках лингвистов, теоретических грамматиков. Нам прежде всего не нравится... Что нам не нравится? Что не нравится? Как изменился бы мир, если бы в нем правили лингвисты? На этот вопрос ответили участники конференции взаимодействия языков и культур в рамках деловой игры. Что послужило толчком для создания международного мероприятия, рассказал идейный вдохновитель конференции Ольга Трубина. Я была на конференции, на подобной конференции в Тинзине, куда меня пригласили тинзинские коллеги. Они туда приглашали несколько профессоров из России, и вот меня в том числе. И когда мы уже ехали обратно по окончанию той конференции, нескольким коллегам нашим вот пришла такая идея в голову провести подобную конференцию в России. Конференция – это способ установить контакт между Южноуральским государственным университетом и Тинзийским университетом иностранных языков. А для Института лингвистики и международной коммуникации это новый этап. Это продолжение той деятельности, которую начали как факультет лингвистики, так и Институт международного образования в целях совершенствования научной деятельности, уставления новых контактов и налаживания новых научных связей. В качестве лекторов были приглашены ведущие специалисты в области лингвистики, авторы учебников, по которым занимались студенты из университетов России и Китая. Очень многие солидные специалисты участвовали в этой конференции, и мы очень много так и получили и узнали о состоянии и перспективе лингвистики в России. Одним из гостей конференции был Владимир Ильич Карасик, известный в России ученый-лингвист, автор множества учебников. Его доклад был посвящен сюжетным мотивам – связи лингвистики и литературоведения. Конференция очень продуктивная, конференция свежая. На этой конференции обсуждаются важнейшие проблемы современной содержательной лингвистики или антропологической лингвистики. Я считаю, что в этом плане и у нашей филологии очень большое будущее, и у вашего университета тоже очень большое будущее. Именитые языковеды из разных уголков нашей страны и зарубежья обсудили такие темы, как линвокультурные ценности, взаимодействие культур в евразийском пространстве и времени. Субтитры создавал DimaTorzok